Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеевич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку. Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, думал он, взбираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и усланной дорогими коврами, тут же ступить страшно. Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в мире. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря поздному часу, в аптеке не было. За желтой лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин, солидно закинутый назад головой, строгим лицом и с выхоленными баками, по всей видимости, амбровизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, все на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец. На хмуренные глаза его глядели свысока вниз на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво читал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал «Каламели Грана Дуа Нумеро Дисем». «Я-я!» — послышался из глубины аптеки резкий металлический голос. Провизор продиктовал тем же глухим мерным голосом микстуру. «Я-я!» — послышалось из другого угла опять. Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету. «Через час будет готово», — процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился. «Нельзя ли поскорей?» — пробормотал Свойкин. «Мне решительно невозможно ждать». Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил читать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы. Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли. В отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака, и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер. А однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось, ему происходили не вне, а в самой его голове. Разбитости головной тумана владевали его телом все больше и больше. Так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтобы подбодрить себя, решил заговорить с провизором. — Должно быть, у меня горячка начинается, — сказал он. Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно и ослаб. Еще счастье мое, что я в столице заболел. А не дай бог я такую напасть в деревне, где нет докторов. Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, по-прежнему читал. На обращение к нему Свойкина он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал. Кассир громко зевнул и чиркнула панталоны спичкой. Стук мраморной ступки становился все громче и звонче. Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи. Перед ним замелькали сначала всевозможные радиксы — генциана, пемпинела, торментила, зиадария. За радиксами замелькали тинктуры, олиумы, семены с названием одно другого мудренее да потопнее. — Сколько должно быть здесь ненужного балласта, — подумал Свойкин. — Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как все это солидно и внушительно. С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли пьеро, капли адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос. В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 копеек бычачьей желчи. — Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теми для разговора. Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно ученую физиономию провизора. — Странные люди, ей-богу, — подумал он. — Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки. Средневековая из себя что-то корчат. В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной и утюжной фигуры. Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь во что бы то ни стало подальше от света ученой физиономии стука мраморной ступки. Болезненное утомление овладело всем его существом. Он подошел к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил. — Будьте так любезны, отпустите меня, я болен. — Сейчас отпустим. Пожалуйста, не облокачивайтесь. Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир. — Полчаса еще только прошло, — подумал он. — Еще осталось столько же. Это невеносимо. Но вот, наконец, к провизору подошел маленький черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью. Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами. За Симон написал сигнатуру, привязал ее к горлышку с клянки и потянулся запечаткой. — Ну к чему эти церемонии-то, — подумал Свойкин. — Трата времени, да и деньги лишние за это сейчас возьмут. Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое с порошками. — Получите, — проговорил он, наконец, не глядя на Свойкина. — Внесите в кассу рубль шесть копеек. Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него кроме этого рубля нет больше ни копейки. — Шесть копеек, — забарматал он конфузис. — Да у меня ведь только один рубль. Думал, рубля хватит. Как же быть-то? — Не знаю, — отчеканил провизор, принимаясь за газету. — Ну в таком случае вы уж извините, шесть копеек я вам завтра занесу. Этого нельзя, у нас кредита нет. — Как же мне быть-то? — Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда лекарства получите. — Пожалуй, но мне же тяжело ходить, а прислать некого. — Не знаю, не мое дело. — Задумался учитель. — Хорошо, я схожу домой. Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой. Пока он добрался до своего номера, то садился отдыхать раз пять. Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть. Какая-то сила потянула его голову к подушке. Он прилег как бы на минутку. Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали заволакивать сознание. Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку. Долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медики высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.